привет мои хорошие привет мои любимые я так сегодня хорошо выгляжу безумно безумно красивая ну что вы думали пришла я с работы можно сказать раньше чем хотелось бы конечно но я вам еще раз говорю я работала сегодня с утра с 8 часов наклеивала на баночки стикеры стикеры все мне это очень понравилось очень понравилось все это так прям вот ну что вот я такое дело делаю мне было приятно просто но там так холодно нас в этом складе он не отапливается сначала у меня до до обеда замерзли ноги тут немножко я двигалась потому что на большие ведра наклеивала а большие ведра надо стоять нагибаешься за это сам за ведром стикер наклеиваешь на него ставишь опять набить нагибаешься ну то есть берешь ведро наклеиваешь стикер ставишь его в эту стопку в общем все нормально я как бы так сама по себе не замерзла вот а только замерзли ноги но я кордонку там вроде подстелила под ноги вроде как но ничего думаю я период переобуюсь в обед прибегу в 1 обед сделаю там какие-нибудь сухие носки еще это самое одену потому что меня ноги даже промокли я же ведь как с утра пришла мне сказали надо куртку теплую но не буду же я в дубленке то работать надо куртку куртку какую-нибудь я говорю так про себя думаю ну нифига себе пришла на работу надо за своим всем вещами бежать но у них конечно все предусмотрено и куртки и обувь даже всякая и осенне и зимние у них это насчет этого все все хорошо но когда уже если бы я отработала какое-то количество времени конечно в этом в этом как говорится тераке то мне выдали а тут мне пришлось бежать еще по второму разу домой за курткой я прибежала взяла курточку нет бы чтобы от ноги то мне еще носки одеть я не не одела но у меня были сапоги то зимние я вот в этих сапогах ну как бы в своих праздничных но чё теперь я при взяла куртку пришла на работу я до обеда работала в этой курточке все было у меня вроде как двигалась потому что движение все а после обеда и я уже села на сидячую такую работу на маленькие ведра на маленькие ведра то я значит на 10 литровых было вот а после обеда я уже на маленькие ведра пересела а там значит в этом сидишь и вот вы представляете без движения но ноги у меня я уже как бы их после обеда у меня не мерзли а вот то что я замерзла там у меня так все позамерзала у меня давай в спину отдавать все я уже чувствую меня там у меня такое все противоборство идет что мне холодно низ у меня низ все низ весь замерз там все у меня вот такое возмущение было просто холодно им было моим всем и коленком и ножкам и вот что дальше еще ножек в общем я до трех до пол третьего еще поработала потом уже все сижу говорю ну это чё говорю над собой но вот это вот над собой вот я просто делаю усилия ну что мне еще сюда везенок что ли на каких-то но это для чего у меня и так там извините меня я же оделась и зимние у меня колготы зимние брюки у меня с подкладкой брюки думаю это чё еще мне сюда везенок на на всяких на наваливать чем не сюда еще подвязать что ли а сидеть надо надо тысячу ведерочек сделать вот этих маленьких маленьких ведерочек они такие маленькие вот и полтора литра и вот их это самое также стикируешь стикерсы на них наклеиваешь такие все красивенькие и вот на эти баночки на маленькие ты вот сидишь уже сидишь сидя наклеиваешь но там дубак там же не двигаешься ладно бы хоть двигалась там как вот на больших ведрах а тут на маленьких и ты сидишь вот это все у тебя место извините меня там уже там уже все там до такой степени уже надо прям бечь куда-то чтобы у меня там не не примерзло все до конца потому что я и так то извините меня на первом этаже мы живем я же вам говорила мне было холодно у меня было холод зимой я все там просифонила у себя все что можно и не можно а еще тут еще на работе сиди в мерзне нет я так сразу аккуратненько так аккуратненько и сказала помощница тут говорю я наверное не буду говорю работать но это же холодный цех ну-ка холодный склад он не отапливается до горит а зимой горит в мороз вообще горит вот это как же каждый день надо это на партии то каждый день наклеиваются это даже в сильные морозы надо сидеть таком складе вы представляете это что он вообще не отапливается в общем я пока не поздно они уже там все в оформлении начали оформлять меня все там уже видать все данные пошли туда дальше аж уже даже до пенсионного уже пошло все дело это вот я только сегодня первый день а там уже пенсионный меня уже подают данные что я уже работающий пенсионер но слава богу не успели не успели подать потому что я вовремя прям побежала в этот бухгалтерию к девчонкам и говорю ирина извините но я наверное работать не буду говорю мне это зачем холодном складе вот вы знаете вы ты выходишь из холодного склада и тут офис а такая прекрасная обстановка это тепло и все вот как выходишь как будто бы с погреба вот из теплое а там второй этаж второй этаж склад находится на втором этаже но я-то первый раз то было мне не показалось так холодно не знаю почему но я была одета в дубленку а тут-то мне пришлось как бы ну вот так я же раздела садила куртку другую повязала фартук все и ну в общем короче говоря я отказалась от этой работы говорю вы меня очень извините говорю но я правда в холодном таком не вытерплю это будет еще весна это я не знаю это придется утепляться это мне надо утепляться чтобы работать а для чего мне это надо но вы представляете вот на самом деле на самом деле я после обеда уже одела такие теплые с этими у меня вон есть сапоги какие я вам сейчас покажу их я и ходила я и ходила то есть как бы ноги-то ноги-то тут у меня все было нормально но вот это место вот это место вот это она кричала мне прям то не нам уже все не в терпешь вот я таких сапогах одевала они были уже мне как валиночки тепленькие все я в них ходил так вот я чё хочу сказать сама-то работа нормально все нормально сама работа вот а то что там колотун это колотун прямо ну но вы можете представить здание не отапливает это вот этот склад не отапливается там все отрезано там есть эти труб трубы батареи по всему периметру склада но они отрезаны от котельной там от системы отопления они отрезаны то есть ты когда входишь из двери из этого склада там тепло а когда ты на складе там холодно естественно все маркировщицы оттуда убежали и там просто как как говорится на подработку на какое-то время приходит просто там делают это ну помощницы и это маркировщица она там она там не сможет целый день целый день это сама работать не сможет любая это не только я но она не она любая там просто женщина не сможет я не понимаю почему этот так директор директор думает что там люди могут работать на этом складе который не отапливается вот он единственный вот этот склад где ведра пустые стоят вот эти ведра они такие как столбами такими стоят все там их много этот склад он не отапливается елки-палки чё тут ну что ну хотя две то батареи оставил бы хоть ну хоть чего-то бы чтобы там хоть хотя бы для воздуха для нормального воздуха для нормальной микро этой самой атмосферы все это как говорится было нормально а не такой как говорится это раздрайв что там холодно туда только можно на время прийти и все но там чтобы работать никак нельзя поэтому маркировщица предыдущем ноябре она рассчиталась потому что она подумала как это я зимой буду работать на таком складе я их еще спрашиваю грачу она ушла-то пенсионерка это такая же как 64 года только она даже еще помоложе меня и она ушла это почему же да вот так вот так что-то ее попросили на подработку она отказалась и в общем из-за этого и и и и даже попросили но не может такого быть господи она скорее всего просто-напросто сама уже подумала что зимой тем более земля зима лютая лютая вот ну пусть там конечно на на 10 дней закрывалась предприятие там на на новый год там еще куда какие-то там дни праздничные вот но то что там морозы вот самые морозы там вообще нельзя находиться и вот часто минус 10 это вы представляете на улице минус 10 и вот люди должны работать там и вот я попробовала сегодня хорошо хорошо что я решила уйти потому что говорю но это вообще невозможно вообще невозможно не смогла вот так и я смеюсь я прям смеюсь 7 целый день хожу просто смеюсь я говорю но это же вообще это вообще это мне еще мой папа говорит посмотрим посмотрим насколько тебя хватит меня хватило ровно до трех часов дня с восьми до трех вот я пошла все спокойненько трудовую забрала говорю девчонки извините она говорит сейчас сейчас подождите татьяна наверное говорит надо позвонить это узнать они еще не отдали в пенсионные ваши документы типа не послали еще туда чтобы работаете и они уже были на подходе и хорошо их отозвали отозвали это данные мои что я работающий пенсионер а то уже в пенсионный фонд уже там стали это самое посылать мои данные что я устроилась на работу вот пенсионы быстрее им сообщать что я вот уже работают в общем я не прошла испытательный срок вот такие дела а так сама работа мне очень понравилось вот нормальной работы единственное что там цементный пол единственное что там холодно единственное что там ну как сказать по цементному полу естественно там это пыль да грязь это все такое но она она там них чисто чисто не ничего страшного но она бывает вот эта пыль все равно оседает с это потому что не жилое как бы все вот это ну сами представляете она вся вот это вот там производство же все-таки рядом там все вот это производится вся вот эта смесь и вот эти поклевки вот заливки и вот это естественно она все вот это вот запаха там особо такого не был я боялся цитоном будет пахнет не пахнет ничего все хорошо но только холодно и вот я пришла я пришла обратно домой говорю ой говорю сейчас буду отогреваться вот так только отогрелась а только-только отогрелась а вот такие дела и так давайте сегодня про водолеев будем говорить потому что я очень хочу водолею они же уже начались и водолеи то мы про них сейчас будем говорить приготовьтесь водолеи и будет очень интересно кто-то звонил он Ой, мои хорошие, вы мои любимые. Вы мои хорошие, вы мои любимые. Да и я сама неплохая. Я во. Во. Потому что... Потому что я такая весёлая. Меня там так полюбили. Вообще, они уже приходили, меня проверяли до обеда. Ой, ну как вы тут работаете? Я говорю, отлично, всё. И я в итоге им говорю, я работать не буду на таком сгладе холодном. Водолеи. Водолеюшки у нас люди везучие. Так. Водолеи сами по себе, это значит у нас кто? Какой этот у нас день, этот месяц-то? Сейчас мы скажем. Это с 21 января по 20 февраля. По 20 февраля. По 20. Водолей, это мой Валерка Комиссаров, мой любимый. Тебе привет, Валерочка. Обожаю тебя. Так, ещё кто? А, моя подружка Танюшка Тимонина, я тебя тоже, как говорится, привет передаю тебе. Итак, у нас водолеи сегодня. И мы хотим сегодня про водолеев почитать. Что же они из себя представляют? Водолеи. О, это знак гениев. Знак гениев. Боготворят, боготворят они справедливость, обладают широкими интересами, никогда, никогда никого не раздражают. Это точно. Их идеи оригинальны. У них острый ум. Под этим знаком рождены Галилей Эдисон, Байрон, Моцарт, Шуберт, Шуберт, Паганини, Линкольн, Жюлли Верн, писатель есть такой, Рузвельт, ого! О, Чарльз Диккенс, Рейгал и Ельцин, Борис Ельцин. Ну так вот, это у нас водолея, это у нас воздух, стихии воздуха. Вот, а этот воздух, он и даёт такую сообразительность им. Ну вот. Итак, как добиться совершенства? Прежде всего, познай себя. И для этого мы сейчас про них... То есть, вам подскажем, как же им добиться совершенства. Больше интересуются подлинными ценностями жизни, а не собственными успехами. Вот это да! Вот это да! Не собственными успехами они интересуются. Интересно. Вот этого я не знала. Стремятся служить правде и прогрессу. Вот это да! Уважаемые и глубокие люди. Но это точно не я. Я всегда интересуюсь собственными успехами. Так вот, а у меня они есть? Иногда бывает. Итак, уважаемые и глубокие люди. Любящие уединение, объективны, способны сохранять свою индивидуальность, несмотря ни на какие влияния. Это мы говорим про водолеев. Очень разборчивы в выборе близких людей. Тем не менее, заводят случайные знакомства. Склоны к утопическим идеям и проектам. Упрямы во всём стремятся убедиться на собственном опыте. То есть, они во всём стремятся убедиться на собственном опыте. Редко слушают советы. Неохотно дают их сами. Водолеи – индивидуалисты. Им безразлично общественное мнение. Они знают, чего хотят и как этого добиться. Им часто завидуют или не понимают, так как водолей обладает превосходным над окружающими и сильно влияют на толпу. Водолей часто оказывается жертвой собственных заблуждений и витает в облаках. Но он чувствует свою силу. Сила у него есть, да. В нём нет ни капли злости и низости. Ух ты, как здорово, а! Ни капли злости и никакой низости. Он ищет мира, он ищет мира и находит дипломатический выход. Как выбрать спутника жизни? Как выбрать спутника жизни Овнам? Ой, Овнам, говорю. Водолеям. Ой. Извините, пожалуйста. Я... Ну вот у меня вот всё вот сейчас буквально вот встаёт на место. Так. После этой работы на холодном складе. Куда я смотрела раньше? Ну вот он мне тоже говорит, мастер, а вы, говорит, куда раньше смотрели? Вы, говорит, приходили, смотрели, говорит, этот склад. Люди там работали. Но мне не показалось холодно. И потом, я думала, там всё-таки отапливается. Я не думала, что там не отапливается. Водолей обычно идеалист и больше интересуется высокими материями, чем романами. Понятно? Он материалист. Молодец. В любви верен и постоянен, как правило, однолюб. Однолюб, это точно. Это моя подруга, она однолюб. С ним приятно в компании. Друзей имеют разного уровня развития и положения в обществе. Спутников выбирает осмотрительно. Запросы у него высокие. Любят сильных духом людей. Иногда водолеи, да, они к нам относятся хорошо иногда, к альвам, потому что мы их интересуем, как сильный духом люди. Итак, водолеи обычно многосторонний развит. Ведёт интересную и многогранную жизнь. Для него любовь никогда не бывает единственной отдушиной. Легко идут на компромисс. Легко идут на компромисс. Идут легко они на компромисс. Самое главное, вот это вот на компромисс идти. Они это всё делают. И неревнивы. Совсем неревнивы. Вообще обалдеть. Вот я вам говорю, мне они тоже нравятся, водолеи. Вот своей вот этой вот необозлённостью. Это же вот моя подруга, это вообще. Ну, пусть она вот, вы понимаете, она, как сказать, она лёгкий человек, вообще по жизни лёгкий. Вот лёгкий человек. Вот ты к ней приди просто вот, ну, к Танюшке моей Тимониной, к ней приди вот просто. Она тебя спать уложит, если тебе негде спать. Она тебя накормит, если тебе хочется есть. Она тебя утешит, если тебе что-то, это самое, тоскливое или что-то. Ну, то есть, утешит в том плане, что, ну, просто вот поговорить с тобой. Она любит животных. Она любит вот это, у неё всегда есть это, попугайчики. Она с ними разговаривает. Они у неё на плече вот тут сидят. Вот сюда зайдёшь, она с ним чирикает. Ну, то есть, это вообще, это лёгкий человек, да вообще не знаю до какой степени. Это вообще, это такой человек прекрасный, вот. Ну, просто вот. Она даже, вот знаете, она вот, конечно, расстроилась, когда у неё машина, вот, случилось так, что у неё машину. Ну, угнал какой-то там наркоман или, ну, не буду я в эфире говорить, кто или чё. Ну, короче говоря, другой бы там со злости бы пошёл, бы там. Нет, она вот, видите, как всё, как говорится, стерпела. У неё, хоть и там и было тяжело на душе, но она даже виду не показала. Вот, что у неё с машиной там случилось. Её же это самое, теперь она копит. Она не может без машины, да. И мы на этой машине с ней ездили за грибами. Мы такие грибов там находили, вёдрами. И вот мы с ней засаливали, она очень, вот она, кстати, любит очень это, чернухи вот эти. Она их отмачивает в нескольких водах, варит. Ну, я их тоже как бы, ну, не очень так. Я к ним вообще никак отношусь, к этим чернухам. Дунькам. Она их любит. И я даже эти дуньки ей специально собирала. Но мы тогда открыли место с опятами. И она бросила все эти дуньки, и давай опята собирать. И вот мы этих опят... Я-то их эти опята отваривала, замораживала. Но не мариновала. А она их намариновала, в общем, любит опята. Ну, и я как бы так, ну, не... У меня папа их не любит опята. Вот. Но я их, это, всё равно немножко заморозила. Вот. Ну, вот так вот. Ну, ладно. Вот то, что вот это водолей, подруга моя, вот. Это очень лёгкий человек. Прекрасный причём. И вот они идут легко на компромиссы. Они неревнивые. Им необходим, необходим спутник по жизни. Им необходим, имеющий сходные интересы. Им нужен партнёр какой-то, чтобы были интересы сходные с нею. Способные оценить и доверять им. Ну, понятно, да? То есть у них должен быть надёжный партнёр. Ну, это все, мне кажется, любят. Чтобы они могли доверять им. Хорошо уживаются с рыбами, с овенами, близнецами, весами, со стрельцами, козерогами. Не любят тельца за отсутствие воображения. Не любят скорпиона за ревность. Не любят льва. Не слишком, за слишком большие требования в любви. Вот. Не любят льва. Потому что у нас к любви очень большие требования. Понятно? Вот так. Это было как выбрать спутника. Теперь. Помогите преуспеть в жизни супругу. Так. Водолей. Как правило, для женщин водолея, для женщин водолеев, деньги, значит, очень мало. Для большинства из них счастье – это духовная жизнь, а не её материальная сторона. В муже она ценит возвышенные идеалы. Идеалы. Их девиз – не хлебом едино. Понятно? Их девиз – не хлебом едино. Они вдохновляют своих мужей на творческий поиск, чтобы достичь высокого положения. Водолеи-женщины – это идеальные партнёры мужчин, занятых на общественной работе и государственной службе. Добродетель водолеев – отсутствие подозрительности и ревности. Они никогда не проверяют своих мужей. Это… ой, это такое счастье. Так. Какие они родители водолеев? Дети водолеев, именно дети этих водолеев, они наследуют широкий круг интересов родителей. Последние пользуются у детей доверием. Легко убеждают в неверных жизненных шагах. У них в семье полное взаимопонимание и дружеское взаимоотношение. Иногда уделяют ей недостаточно времени и внимания. Так, ваши дети. Ваши дети, водолеи, это уникальные дети. А, сами водолеи – дети. Ну, уникальные дети. Ладно, это не будем. Значит, что у них, у водолеев, обратить внимание, слабое место. Это голень, это мышцы, это лодыжки. Поняли, да? Это почти что ноги и мышцы. Долгожитель, водолей – это долгожитель в системе зодиака. Долгожитель. Ну, вот вы видите сами, да? Он неревнивый, это водолей. Он думает о духовном. Вот. И в итоге он долгожитель. Водолей мудро, по-философски воспринимает все взлёты и все падения. Классический водолей – это стройный, хорошо сложенный, с обворожительными глазами, светловолосый и сероглазый. Любит он охоту, спорт, соблюдает режим. Для него вредно курение. А для кого оно не вредно? Наша карьера. Давайте про карьеру. Что у нас по карьере у водолеев? Среди них наибольшее число гениев. Запомните. Водолеи – это гении. С успехом овладевают любой профессией. Изобретательны, обладают хорошим вкусом. Многие артистичные способности имеют. У них есть что-то магнетическое, притягивающее. Водолей – знак достижений. Ему следует избегать рутины и монотонной работы. Вот какой я, значит, хотела сегодня заниматься, но у меня вот не получилось. Он счастлив на общественной работе. Это всё про мою подругу, это всё про мою соседку, вот, с которой я вас знакомила, помните, в одном из роликов, где я говорила про Галину Павловну. Это вот она, Водолей, общественная работа, всегда вокруг неё люди. Она притягивает, она как магнит притягивает к себе. Это такой человек, потому что она отзывчивая. Вот, просто говорю про неё. Вот, это вот соседка, соседка вот в доме живёт у нас. Я её показывала в ролике. Галина Павловна. Ей привет. Так, значит, они не любят монотонную работу и рутину. Они сейчас, Водолей счастлив на общественной работе, в политике, также в науке, порой несколько медлительны. Но Водолеям следует пользоваться представленными им шансами и возможностями, и ничего не надо бояться и не откладывать в долгий ящик. То, что они там медлительны, это всё ерунда. Это ещё, как говорится, не то, что... А то поспешишь, людей насмешишь. Дом, в котором вы живёте, это у нас Водолеи. Он любит, Водолей. Жилище из стекла и бетона, хорошего вкуса и очень современное, с большими площадьми, большими площадьми, прямо написано, и разными мастерскими, то есть больших вот объёмов. Ваш досуг. Водолей – это знак дружбы. Они всегда в клубах тусуются. И человеческого общения в широком смысле слова. Водолеи всегда среди людей. Ну вот я вам только что привела пример. И моя подруга. И вот то, что соседка вот. И много-много водолеев ещё можно вот так вспомнить. Вот они просто-напросто – это душа компании. В широком смысле слова человеческое общение им. Им очень нравится. Водолей всегда среди людей. Он занимается общественной работой. Интересы и увлечения у него разнообразны. Фотографии, живопись, моделирование. Всё любит делать своими руками. Любит путешествовать и читать книги по истории, географии, экономике и общественным наукам. Значит, водолеи. Водолеи. Теперь характер ихний. Это у нас водолеи. Сейчас мы их найдём. Ну надо было, Таня, хоть сделать закладку, что ли. Ну что ты какая опять несерьёзная. Я потому что вот хотела, а у меня никак. После этой работы никак не отогреюсь. Ну извините меня, пожалуйста. Сейчас, 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 сейчас. Ну, ну куда эти водолеи подевались? Они хоть после кого у нас? Сейчас найдём. Мы же никуда не спешим с вами. Вот же они после козерога. Господи, боже мой. С 21 января по 20 февраля влияние Сатурна на них действует. Символ водолея – это серебряные руки, крылья, полёт птиц. Серебряные руки, крылья, полёт птиц. И самолётов. Цвет у них серый, лиловый, фиолетовый, чёрный. А чёрный цвет неудачный. Удачный вот я продиктовала, а неудачный чёрный. Камень, гранат, циркон, светлый сапфир, опал, аметист, лазурит. Цветы – фиалка, мирт, нарцисс, металл, олова. Анатомические эмфазы – это голень, лодыжки, икры и мышцы. Вы видите, всё по ногам, да? Талисман – ключ, икона. Счастливый день – среда, суббота. Неудачный день – воскресенье. Страны Дания, Италия, юг страны – Россия. Рождённые с 21 января по 1 февраля находятся под влиянием Венеры. Застенчивые они, деликатные, меланхоличные и утончённые в любви. То есть с 21 января по 1 февраля – это очень-очень застенчивые, деликатные и утончённые в любви. Важные года – 22, 22 года, 32, 42 и 52. Вот в эти года, важные года, что-то может произойти хорошее, например. Мало ли что, может быть, свадьба там, поступление в институт, ещё что-то. Рождённые со 2 по 12 февраля – это Валера, ты у нас, слушай. Ты у нас водолей, с 8 февраля у тебя день рождения. Вот, ты водолейка у нас. И ты находишься под влиянием Меркурия, мой дорогой. Это нежные. Валер, ты нежный, умный. Немного такой тщеславный, немного. Очень нравственные люди, обладают юмором. Вообще, надо записать. Сегодня буду звонить тебе, кстати. Ты мне только сейчас звонил, я тебе обязательно перезвоню. Просто я не могла тебе ответить. Ты же видишь, как я серьёзно сегодня к своим отношусь подписчикам. То есть, ты у нас, вот сейчас прям запишу. Значит, ты у нас нежный, умный. Нежный. Ой, Валерка, умный. Вот видишь, вот видишь, ты умный. Вот, так что не думай о себе ничего такого. И меня не слушай, когда я тебе говорила, что там у тебя образования нет. Ну и что? А ты мудрость естественную имеешь. А потом, ты же учился, ты сам говоришь. Учился в техникум. Чего ты мне тут врёшь-то, что ты не учился? Потом-то выяснилось, что ты учился. Так что ты давай это самое. Но ты юморной, оказывается, у нас. Юморной. Юмор, юмор, юморист. Юморист. Значит, и очень нравственный. Посмотри, нравственность у тебя. Нравственный. Вот, я тебе буду сегодня звонить, так что мы будем с тобой сегодня разговаривать. Ты мне звонил, и я тебе перезвоню. Итак, значит, со 2 по 12 февраля это люди под влиянием Меркурия. Они нежны, они умны, немного тщеславны. Немного тщеславны. Немного тщеславны. А это вот есть у тебя. Есть. Ты тщеславный. Потому что, когда я что-то там тебя критиковала, ты это прям в штыки приняла, это самое всё. Дальше. Важные года. Ну, ты, у тебя уже 62 года. Ну, вот у тебя был важный год 60 лет. А так у них важные года в 20, в 42, в 42, в 50 и в 60. Рождённый с 12 по 20 февраля находится под влиянием Луны. Это натуры, разочаровывающейся. Они разочаровываются всегда. Они очень сдержанные, скромные, чувствительные, очень правдивые. Вы представляете, какие водолеи у нас, а? Непреклонные. Они непреклонные. Причём, вы видите, непреклонность у них. И они очень приятные. Важные года – это 24, 32, 40, 42, 48, 56, 64 и 72. Важные года. По здоровью что у нас? Сейчас мы закончим про водолеев. А следующий-то у нас будет кто? Кто у нас там дальше-то? Овны, которые вот такие вот. Ну, эти онные. Давайте про водолеев. Я их обожаю, водолеев. Обожаю. Я Валерочку обожаю. Давайте. Водолеи, они... Водолей не имеет определённого такого внешнего вида. Ниже следующую характеристику, нельзя отнести к его абсолютно. Так, лицо. Удлинённый треугольник, заострённый книзу. Т-т-т-т-т-т. Нам это неинтересно. В идеале лицо ангела. С подвижным. Ну, вот это вот, я не знаю, конечно. Лицо ангела. Водолей – это трудный пациент. Ему быстро надоедает лечение. А через день-два они отказываются вообще от него. Они ждут поразительных успехов. И склоны к радикальным средствам постоянно переходят от поста к перееданию. От отдыха к бурной деятельности. Их болезни неожиданные и жестокие. Часто обостряются бессонницей. Слабые места – икры, лодыжки. Легко ломающихся и растягивающихся. То есть, имеют такое вот это самое мышцы у них. Слабое место – это мышцы. Они могут растягиваться и ломать. Ну, как бы, вот так. Может быть, нарушен обмен крови. Им часто становится дурно в жару, повышенная кислотность у них, склероз и неполадки пищеварительного тракта. Превентивные меры – витамины. Слушай внимательно. Витамины, свежий воздух. И не слишком сидячий образ жизни. Валера, не слишком сидячий образ жизни. Частые анализы крови заставляют их делать то, что для них хорошо. Полезны очень игры на воздухе, прогулки за город с друзьями для переменной обстановки. Ну, короче, на воздух. Темперамент и характер. Так. Это мы не будем читать. И профессии тоже не будем читать. Так. А вот быстренько, значит, чтобы закончить нам, потому что папа пришёл, мы начнём про любовь немножко ему. Значит, водолеи. В эмоциональном плане водолеи раскрывается сложно. Чувствительность у него сливается с собственным воображением. Любит очень мечтать о необычных, ну, в общем, о необычных, особенно в юности. Ну, да, мечтают они о необычном чём-то. Окружают объект любви мистическим ореолом, редко соответствующей действительности. В общем, вот так. Другими словами, они часто идеализируют своего избранника. Потом разочаровываются. Некоторые останавливаются на относительном счастье, в котором прежние сентиментальные чувства они отбрасывают. Другие прячут внутреннюю уязвимость под слой льда. Ну, вот понятно. Вот я вот даже вот представляю. Да. Под слоем льда. Жажда престижа, смешанного с блестящей жестокостью. Некоторые могут даже стать циничными, намеренно неприятными, даже отвратительными. Но так бывает очень редко. Ну и хорошо. Жажда престижа – это ловушка для водолея. Жажда престижа, Валера, слушай внимательно, это ловушка для водолея. Представление, что их легко может задеть жизнь, особенно любовь, является иллюзией. Страсть может пройти сквозь их, но не разрушит их сердца. Он может стимулировать, но редко уводит туда, куда они не хотят идти. Они неизменно возвращаются к чистоте своего источника. Водолей дружбе и избранным привязанностям. Они редко... Вот вы что-нибудь поняли? Они неизменно возвращаются к чистоте своего источника. То есть к дружбе и избранным привязанностям. Вот так. Они редко беспокоят ненавистью ещё больше, чем близнецы и весы. Они редко беспокоят ненавистью ещё больше, чем близнецы и весы. Хотят быть свободными. Для них невыносимые отношения, когда они являются птичкой в клетке. Но это понятно мне. Вот прям вот понятно. Это в точку, прям в точку. Водолеи редко носят обручальные кольца. Они не хотят быть окольцованные. Хотя вот мы, львы, это вообще... Мы наоборот одеваем всё. Кольца там, всё такое. Любим это. Мы любим окольцовываться. А они, вот видите, для них это клетка. Вот. И водолеи самый высокий процент разводов. Они с большой готовностью отдают себя компании, чем одному человеку. Понятно? Вот. Они могут больше дать чужим, чем членам своей семьи. Ой-ой-ой. Женщины могут быть несговорчивыми в вопросах любви, не обращать внимания на общественное мнение, религию, национальность. Как и мужчины, они хотят свободы. Они исключительно женственны, чувствительны. Если мужчина их разочарует, то пылкость их уменьшается и может исчезнуть вовсе. Но если он старается восстановить хорошее мнение о себе, женщина сделает всё возможное. Понятно? Если он извинится, то она сделает всё возможное, чтобы ему помочь, пока он воздвигает её... Чтобы ему помочь, пока не воздвигает его на пьедестал. Вот как. На пьедестал может его воздвигнуть даже. Урок для водолеев. Не жертвуйте любовью ради дружбы. Для брака, дружбы и для сотрудничества водолею нужно искать весы, льва, рыб, стрельца, близнеца, избегательца и скорпиона. Я сейчас проверю, что там нам поймал папа и буду заканчивать. Про водолеев мы тоже закончили. И начнём в следующий раз уже говорить про Омну. Давайте проверим, что там нам папа принёс. Мы сейчас проверим. Вот она у нас рыбка-то опять. Мы сейчас будем чистить, это точно. Во-первых, ту сейчас будем чистить, которую я ещё не успела почистить из-за этой работы, да? Вот сейчас мы будем её чистить. Ну, она, пускай, полежит пока. Ну, вот какая-то вот такая рыбка. Вот, смотрите. Вот такая плотвичка. Помельче, Лёш, помельче, чем вчера-то. Вот. Вот она какая. Вот она какая. Она вся в снегу у нас. Ничего, ничего. Слушай-ка, а я, наверное, её засолю. Мы же ведь не солили ещё в этом году. Давай-ка мы её засолим. Вот. Тут где-то у нас, где-то у нас, ну, поменьше килограмма. Вот такой вот у нас пакет. Вот. Итак. Вот так. Вот такие дела. Заканчиваем сейчас. И будем с вами прощаться. До следующей будем с вами прощаться встречи. Клиника Кащенко сегодня очень хорошо провела время с вами. Вот. И несмотря ни на кого, и ни на что, мы будем всё равно с вами встречаться. Да. Потому что мы пока закончим с этим зодиаком, да? С гороскопом. Как раз начнётся весна. А там как раз пойдёт дача. Поэтому у нас ещё... Ой-ой-ой, сколько будет с вами времени. Вот. Вот такие дела. Ну, тем-то много. Я ещё и про шитьё-то вам ещё, как говорится, всё говорю-говорю. Никак не пошью. Ну, как-нибудь соберёмся. Пошьём. Вот. Итак. Ну, не будем мы как бы это ждать, когда у нас всё-таки подойдёт к часу. Я сегодня заканчиваю. Пускай будет сколько есть. Вот. Потому что я сегодня, по идее-то, замёрзла. Ну, не устала. Ну, так это получило. Такой небольшой этот, как говорится, урок. Да. То есть, вот так. И так... И до следующего, как говорится, ролика. С вами в эфире была клиника Кащенко. Ну... ...